Учения по пожарной безопасности в республике продолжаются. На этот раз пожар тушили на воде. Капитан корабля Васильков Василий Васильевич. Мы в районе лодочной станции сели на мель. На борту находятся 5 человек. Своими силами сняться с мель не представляется возможным. Происходит задымление в моторном отсеке. Нам необходима помощь. По легенде судно с пассажирами село на мель. Задымление произошло в моторном отсеке. Капитан судна при попытке тушения очага задымления направился в моторный отсек. В настоящее время пассажиры его не слышат. Видит никакой речевой связи с ним нет. Поэтому один из пассажиров позвонил в дежурную часть аварийно-спасательного подразделения. Перед началом работы в обязательном порядке. Дальше смены происходит инструктаж. Пожарные обследуют местность. Чтобы потушить пожар, нужно попасть на судно. Переправиться поможет катер. Первым делом эвакуировать людей. Капитан без сознания. Отравился дымом. Пожарные работают слаженно. Распортируется он, укладывается в спасательную лодку и производится его эвакуация на берег. На берег переправляют одного за другим. Но вот у одного из пассажиров начинается паника. Он прыгает в воду. К делу приступают спасатели. Эти учения проводятся впервые. Это совместное учение с аварийно-спасательным подразделением и пожарной охраной. То есть, чтобы действия были слажены между собой. Каждый знал, что делать. И при чрезвычайных ситуациях знали свое место. Дальше пожарные обследуют судно. К ним подключаются водолазы. Нужно убедиться, что оно не представляет угрозы. Я могу оценить это учение на оценку «отлично». В принципе, все было сделано правильно. Мы не брали с головы просто. Прежде чем проводить такие учения, мы излучали технологию, как правильно методику проведения таких учений, как правильно их проводить, как правильно действовать. То есть механизм, поэтапность. Все это было соблюдено в рамках проведения этих учений. По этим учениям планируют создать учебный фильм. По нему будут изучать теорию молодые специалисты.